Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая, и вот уж раз лежа тут под Настенькой, я рассказывала про ее, про ее достоинство, про формирование в теплице. У меня тут Демидов тоже недалеко, я сразу расскажу про него. Я, конечно, там укладываться под него не буду, потому что там уже места меньше, дорожка не центральная, да я здесь уже так хорошо лежу, мне неохота даже никуда уползать. Смотрите, Демидов ведь тоже ненамного уступает Настеньке, он также многообразен. Его вот смотрите в теплице, я выращиваю его для раннего урожая. И жаль не взяла свой листочек с собой, на который я выписываю все интересные вопросы, там одна зрительница спросила, зачем вы высаживаете Демидова в теплицу, ведь он прекрасно плодоносит в открытом грунте, ведь это чисто томат для открытого грунта. И я полностью с ней согласна. Да, это томат для открытого грунта, который сибирский, который неприхотливый, я вам показывала, вот они в теплицах выжили, морозы, снегопады. Я их сейчас высадила 5 мая в открытый грунт, поливаю холодной водой. Для всего, для этого он приспособлен. Но, ну тут есть одно но. Когда я говорила про теплицы, что кто-то занимает полностью их индетерминантными, чтобы использовать весь вот этот вот, ну как, всю площадь, даже весь воздух до потолка, и они жалеют места вот под эти детерминантные, потому что они коротышки. Я говорила, что все огородники делятся на две части, кто-то вот жалеет пространство и занимает, ну такими длинными, а кто-то теплицу использует чисто для получения раннего урожая. Вот у меня смешано, у меня половина высокорослые будут, а половина для получения раннего урожая. Это вот Демидов, там дальше Спиридон, это же вот Настенька. И вот в этих условиях, когда нужно получить ранний урожай, Демидов тоже, тут он у меня в лидерах, он так же, как в открытом грунте, там я использую его качество, что он выносливый, что он холодостойкий, что он не подмерзает, что у него толстая нога, он не падает. Листья при обморожении, они восстанавливаются, обрастают быстро, там все это прекрасно. Но и в теплице, это же толстая нога нам пригождается, потому что высевая его рано, рассада не вытягивается. Смотрите, она как красивая, дубки, ну настоящие дубки заглядения. Те же самые листья, вот эти толстые, мясистые, они в жаре не вянут, они хорошо переносят как холодную, так вот эту высокую температуру. И из-за того, что у него куст компактный, он всего 50 сантиметров, а вон они, видите, кисти уже зацветают. Из-за того, что он всего 50 сантиметров, он сейчас раз, сразу быстро завершкуется и все свои силы бросает на формирование кистей, на созревание плодов. Пока наши индотерминатные тугодумы, пока они метр вырастут, второй метр вырастут, пока они... И вот эти кисти начинают только после 9, 10, 11 листа. Тут уже после... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Тут уже после 8 листа, по-моему, у него, вон она уже цветочная кисть, он сейчас зацветет. И у него все это быстро, быстро, быстро. Вот за это я его люблю в теплице, вот поэтому я его высаживаю. И были какие-то годы, что он вообще был самым первым плодом, сорванным у меня в теплице. Ведь не все томаты можно посеять рано и ждать от них ранних урожаев. Посеяв рано тонконогие, она рассада теряет качество уже, ну как, через 60 дней. Ее не передержишь сильно дома. Я вон пыталась, там у меня есть где-то, показывала вам подарочный, королевский. Он их не ровесник, но они вытягиваются, они падают, они истончаются, листья желтеют, они светлеют. И когда выносишь вот эти и те, на эти, глядя, вот возникает ассоциация, хочется сказать, богатыри. А на тех без жалости нельзя посмотреть и хочется сказать, да бедненький ты мой, выживешь ты или нет. Вот какие разные они. И поэтому для теплицы, для раннего урожая это идеальный вариант. И тут даже кто хоть раз его вот рано посеет, посмотрит какая качественная рассада, какая выносливая, что она не портится. Она может подождать и 60 дней, и 70, и 80, ничего с ней не случится. Она корневую наращивает, а в высоту она не идет. И кто хоть раз вырастил, вот для, рано посеял, для раннего урожая, тут убедиться, что более неприхотливой рассады, чем демидов, нет. Некоторые наоборот даже пишут, ну что она у нас маленькая, 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 маленькая. Так вы ее высадите в открытый грунт, вы посмотрите, какой рывок она даст. Я вот записала видео, кстати, еще дня три назад, какой рывок дал демидов, что он был маленький, стал большой. Но, к сожалению, выложить времени нет, нагромоздилось. У меня видеоролики записанные лежат в папке, стоят в очереди, потому что охота и про подкормку, и про высадку, и про полив все сделать. Но вот про то, зачем я выращиваю демидова в теплице, обязательно я вот сегодня сняла, и про то, как формировать Настеньку в теплице. Потому что на пачках написано, что она не посынкующаяся, и многих может это ввести в заблуждение. Но в теплице я ее советовала бы вам посынковать. Так же, как демидова, я все-таки нижние листья обрубаю у него, чтобы ускорить созревание кистей. Ну все, до свидания с Демидовым и с Настенькой, немножко поближе познакомились, те, кто их не знает.